Детский городок-тренажер для отработки правил дорожного движения появился в четырех школах Саровая. Это подарок детям от регионального отделения партии ЛДПР. Играючи, изучаясь ПДД, теперь будут младшеклассники Центра образования 12, 14 и 20 школ. Посмотреть уже собранный городок и узнать впечатление от нового оборудования, приехал депутат Законодательного собрания Владислав Отмахов. Дети, вот именно как раз, когда у них там начинается период обучения в школах, в какой-то момент родители оставляют их одни. Ну, скорее всего, там после первого класса, после второго кого-то. И они начинают передвигаться сами. В этот момент возникает особая опасность на дорогах, на наших. У нас с каждым годом увеличивается количество автотранспорта, но при этом, к сожалению, нет возможности сейчас везде строить подземные переходы, надземные переходы. И периодически есть пересечение с полосой движения транспортных средств. В этом случае, если дети будут четко понимать дорожную разведку, понимать, под какой светофор можно передвигаться, где нельзя проходить, где можно, мы сохраним огромное количество жизней, сохраним здоровье наших деток. Опыт первый у нас уже есть, и мы надеемся, действительно, дальнейшее развитие этого направления. И будем надеяться, что практически все школы Саров постепенно будут оснащены, и действительно произойдет снижение дорожного транспорта, травматизма, для того, чтобы наши дети были в безопасности. Оценил новый тренажер и начальник ГИБДД Сарова Александр Косенков. Его сотрудники давно занимаются со школьниками, объясняя им простым языком элементарные правила поведения на дорогах. И такие стенды будут прекрасно дополнять рассказы инспекторов. Теория от практики, она неотделима. И только в таких ситуациях, в практических ситуациях, при осуществлении практических занятий, ребенок может правильно научиться действовать в той или иной дорожной обстановке. И, соответственно, я думаю, что это очень сильно сыграет, в том числе и нам на руку, в направлении профилактики детского дорожного транспорта, травматизма, как пешеходным движением, так и велосипедным движением. В какие-то школы городок только поступил, а где-то его распаковали и начали использовать. Во всей красе новое оборудование могут оценить и ученики Центра образования. Наша съемочная группа совместно с депутатом по округу Петром Смирновым побывала на первом занятии по правилам дорожного движения, которое провели в школе с использованием тренажера. Мы будем расписывать ребят по переменам, чтобы они прошли здесь именно непосредственно какие-то ситуативные разборки. Либо, например, с учителем будут играть в плане обучения пешеходных ситуаций, как переходить дорогу, где переходить дорогу и так далее. Я как депутат городской думы, на округе которого располагается Центр образования, очень благодарен такому пилотному проекту Нижегородского регионального отделения партии ЛДПР. Как мы видим, этот автогородок уже используется, дети на нем занимаются, постигают азы правил дорожного движения вместе с сотрудниками ГИБДД, учителями осваивают. И в целом это скажется, наверное, на безопасности наших детей, их поведение на дороге и снизит травматизм и аварийность в нашем городе. Планируется, что в дальнейшем это оборудование появится в остальных школах нашего города. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.